Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Анастасия Королёва, я автор и продюсер передачи «Обеда со звездой». И сегодня у нас в гостях Игорь Новиков, он является у нас актером, артистом, певцом. И ведущий у нас сегодня будет Алексей Малянов, который тоже актер и танцовщик. Поэтому давайте посмотрим, какие интересные вопросы мы затронули и дали интервью. — Игорь, а Вы можете рассказать про Ваш опыт на сцене? Именно актерский опыт? — Ну, актерский. Ну, я когда был в Москве, значит, я, в общем-то, так получилось, что оказался в любительском театре, который назывался «Синтетика». Да? Ну, который составляли там два-три человека с высшим театральным образованием. Ну, и добрые половины такие, как я, любители. Но в любом случае, я там у них закончил курсы актерского мастерства. Да? Ну, и потом мы вместе репетировали, играли, у нас были выездные спектакли в этом плане. И то есть вот были такие опыты, попадая на одной сцене с партнерами, с профессионалами, уже как губка, в общем-то, питаешься там что-то интересным, что-то новым. И они тебе практически дают какие-то конкретные советы или те конкретные моменты, на которые внимание нужно обратить вот при актерской работе. И у нас это получалось неплохо. — Вы снимались в каком-то кино? — Меня приглашали на мини-сериал «Молодежный», «Полный коллапс». Это молодежь, в общем-то, молодая и достаточно актриса и режиссер Океана Зубова. И она решила поставить этот такой комедийный сериал, где меня приглашали на роль Михайловича. Ну, сам сериал, он интересный, но достаточно специфический, то есть который отражает жизнь молодежи нашей современной, то есть направленной на какие-то специфические их выражения, жаргоны, как бы не всегда, которые, может быть, и приятны каким-то людям более старшего поколения. Но, тем не менее, это вся правда, которая есть вот как налицо, да? И то есть мы как смогли это показали. Ну, и сейчас продолжается уже, у нас был снят первый сезон, второй сезон, и сейчас идут, в общем, съемки третьего сезона. Вот, ну, я, в общем-то, в курсе, они мне, в общем-то, иногда приглашают, звонят, разговаривают там, что-то советуют там, и какие-то свои разговоры интересные, тематика по поводу творчества и так далее. То есть я как бы в теме вот этого всего. Добрый день, меня зовут Инна, я актриса. Меня зовут Океана, я тоже актриса и режиссер. Мы с Океаной познакомились уже очень давно, и Игоря Новикова встретили в театре Синтетика в 2016 году. Да, мы ходили вместе там на прокачку актерского мастерства, и все время он уже писал стихи, показывал нам их. Они были очень впечатляющие, душевные такие, красивые стихи, и они мне очень нравились. Мне понравилось, как он играет. Мы с ним в театре Синтетика ставили военный спектакль про 9 мая. Он там играл роль врача. И после этого я отметила, что он очень хорошо исполняет различные роли, и мы решили пригласить его уже вместе с сыном. У нас был свой проект, комедийный сериал «Полный коллапс». И мы его пригласили туда на роль Михалыча. Роль Михалыча — это комедийный ролик, где он играл нашего дворника, который попадал во всякие неловкие ситуации, либо ребят привлекал в эти неловкие ситуации. Там наши гопники были. И мне очень нравилось, как он эту роль исполняет. И нравится до сих пор. Потому что он в нашем сериале до сих пор. Болить надо. Ты меня завалишь? Куда? Забарикадируемся в хате. Там у бабы Нюра консервы остались. Если жрать в день по банке на троих, до осени протянем. Про Еву забыли. А как же Ева? Какая она? Погнали тогда. Погнали там? Поехали. Поехали чуть-чуть. Погнали чуть-чуть. Пет Михалыч, что хотел? Там свою сестру ищут. У Шурмы. Кто? Ой, да много кто-то. Там и все на толпа. Ну все, капец тебе. Че? Того Шурмы толпа твоей крови жаждет. Какую кровь? Ну че? Ну не знаю, Михалыч сказал, что там люди ищут тебя. Видно, прознали про собак. Так, ладно, пошли разберемся сейчас. А с этим че? Ну посиди с ним пока. Ты че, я не могу. У меня это... Сеанс у психолога. И... Отмечу то, что он очень легко в эту роль вживается. И играет все практически из первого дубля. Что мне очень нравится. Даже когда мы делаем запасные дубли просто для монтажа, то в принципе они все хорошие. Там есть с первого раза уже что взять в монтаж. С ним легко вообще на самом деле работать. И на камере ведет себя естественно. И вы можете на самом деле посмотреть этот сериал, наш сериал коллапс в инстаграме по ссылочке. Собачка коллапс с четырьмя С, по-моему, да? Да, 4 С в виде доллара на конце. Вот. И посмотреть вообще, как он работает на площадке, как он ведет себя за кадром. Да, он нам очень помогает в бэкстейже в том числе. Там вы, если увидите материалы на этой странице, на странице коллапса, некоторые из них делал Игорь. И он вообще помогает снимать закадровую съемку и делать различные фотографии, чтобы они у нас оставались на память, чтобы мы их могли выкладывать в рубрике бэкстейдж с площадки. Потому что это очень важно, смотреть на рабочую атмосферу. Это очень увлекательно. Вот. Игорь на самом деле очень добрый, отзывчивый человек и всегда придет на помощь. К нему, когда обращаешься, он всегда поможет. На данный момент сейчас Игорь живет во Владимире и там планирует открыть свою театральную школу, театральную студию. Вот. Я уверена, что у него все получится, потому что у человека уже большой опыт за плечами. И у него есть сведения просто, как это все можно сделать. Он может написать сценарий. И всегда у него есть помощники, которые ему могут помочь доработать сценарий или рассказать свою критику, что-то там подсказать, исправить. Вот. И в целом, я думаю, у него с этим проблем не будет. Я надеюсь, что у него будет очень хорошая группа, которая будет хорошо играть, которая будет гореть своим делом, когда каждому человеку найдется роль по душе и все получится у Игоря и будет классно. Я не знаю ни одного случая, когда бы Игорь реально не откликнулся, потому что у нас были различные ситуации, когда нужно было встретить людей, там, приехать на съемку, помочь с реквизитом, с вещами, с какой-то техникой. Игорь всегда откликался, он находил все, что мы просили, привозил и даже никогда не заикался там и не говорил, что я что-то не смогу, мне что-то не получится. Вот этот человек, на которого полностью можно прям положиться, и таких людей, на самом деле, очень мало, и я их очень ценю. И рада, что в моем окружении есть такие люди. И это Игорь. Вы дебютировали как режиссер. Расскажите об этом опыте. Как режиссер я просто решил снять вот по поводу того, что вот 9 мая, да, много было разговоров о том, что переписать нашу историю. То есть подставить под сомнение роль советского солдата, как солдата-освободителя от фашизма. И я подумал, ну, я не я, если я, в общем, не поставлю этот фильм. И я решил поставить, ну, какой фильм? Он не просто его называют документальный. Документалка – это прежде всего какая-то хроника, ну, и музыкальное сопровождение. А тут я, тут я совместно со своими актерами и историей синтетики. То есть я, скажем, и с ним договаривался, его снимал. То есть мы там, помимо того, то есть получился у меня этот, в общем-то, документально-творческий, патриотический фильм. Вот так как-то, да? И я на свои плечи взвалил такую ношу, что я там выступил как режиссер, как актер, и сценарист, и оператор, и звукорежиссер, и продюсер. И еще бог знает кто там, кто и в этой кухне есть. Вы пробовали этот фильм продать телеканалам? Ну, еще не пробовал. Но, то есть там основное, может быть модное слово косяк. То есть в каком плане? То есть я напитал этот фильм известными песнями Марка Бернесса. Авторские права? Авторские права. И там, в общем, есть некоторые нарушения, которые не способствуют этому делу. Но так, если, в общем-то, решить какое-то такое решение принять с ними, то я думаю, да. Сам фильм получился где-то порядка на час, в общем-то, с небольшим, где мы читали письма солдат. Я там стихи читал и так далее. И там сейчас у нас порядка, сейчас уже около 400 тысяч просмотров по интернету. И интерес у людей, в общем-то, растет. И люди пишут мне до сих пор, по этому фильму, они пишут, ну, как бы сказать, вот из глубины души и со слезами на глазах. И независимо от того, какого возраста, в любом случае, я знаю, что этот фильм, он мне оставит никого разнодушным, в любом случае. И, в общем-то, мне многие благодарны за это. Вот я, в общем-то, думаю, что я, ну, внес какую-то свою лепту в то, что я хотел этим сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогой боец! Поздравляю вас с Великим Октябрем и желаю вам успеха в вашей боевой жизни. Дорогой боец, отомстите проклятым гитлеровцам за смерть моего папы. Я даю слово учиться только на хорошо и отлично. В ногах железо, черепицы груда, в проломах стен немецкая печаль. И кажется невероятным чудом здесь чудом сохранившийся рояль. Милая Тонечка, сейчас идет бой. Наш танк подбит. Кругом у нас фашисты. Весь день отбиваем атаку. Я сижу в разрешеченном и изуродованном танке. Жара невыносимая, воды нет ни капельки. Твой портрет лежит у меня на кабине. Я смотрю на него и мне становится легче. Здравствуй, моя дорогая Настя и мои детки Толя, Витя, Лида, Нина. Пишу вам, что жив-здоров в сыром окопе под мелкий дождь среди раненых товарищей. Немцев бьем и знаем, что ради вас мы гоним их с земли русской. Темная ночь разделяет любимая нас и тревожная черная степь пролегла между нами. Игорь, мне известно, что вы занимаетесь лечением онкологии. Расскажите, пожалуйста, про этот опыт. Ну, в свое время, в 98-м году мне предложили сотрудничество. Типа, Игорь, давай вот посотрудничаем с одной фирмой, поработаем. Я говорю, какой я медик, я вообще был. Я по тем годам уже работал водителем на грузовой машине. Я говорю, какая связь, водитель и медицина. Они говорят, вот, приходи. Ну, ладно. Ну, пришел, посидел, послушал, понравилось. Ну, то есть, там вот эти специальные школы, какие-то вот эти свои медицинские конференции всевозможные. То есть, я напитывался этой информацией. И то есть, совместно с врачами мы, в общем-то, решали какие-то вопросы оздоровления. Это фирма, которая занимается оздоровлением людей. И получилось так, что я доработался до того, что я открыл свой персональный фонд помощи онкологически больным детям. И, кстати, до сих пор я с ними сотрудничаю на Ленинском проспекте. Вот, меня очень прекрасно знает профессор-онколог Желудкова, Ольга Григорьевна, и зав. отделением Ирина Дмитриевна. То есть, они, в общем-то, со мной постоянно на связи. Или что-то такое, какие-то у меня бывают вопросы попадать в нам по-другому людям, которым нужна конкретно моя помощь как консультант. А в чем заключается ваша консультация? Я консультант по препаратам. И то есть, совместно с врачами, если что-то человек, есть такой, я, значит, ну, обычно беру эпикриз, что, чего и как, и обращаюсь за консультацией к онкологам. Вот с таким-то это предложение. То есть, они, естественно, как профессионалы, как врачи, они защищены дипломом, да, прежде всего. И они проводят свои консультации. И вот мы это совместно с своей работой делаем вот это все необходимые какие-то мероприятия. Благодаря вот моему вот этому фонду помощи семь, в общем-то, матерей безмерно благодарны за полученный результат полиэкозу. То есть, понимаете, Алексей, нельзя заменить или оценить вот эти материнские слезы, то, что, ну, слезы радости, что именно ее ребенок был возвращен в здоровую жизнь. То есть, это нельзя оценить ни подарками, ни деньгами, ни какими-то еще материальными моментами. То есть, и то, что семь матерей благодарны, то есть, семь детей, даже если на всю мою жизнь мне хотелось, а хотя бы удалось спасти от смерти в онкологии хотя бы одного ребенка, я считаю, что моя жизнь, она просто не зря. С вами был Алексей Малянов и в гостях у нас был звездный гость, актер, режиссер, автор многочисленных стихов и произведений Игорь Новиков. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова